друзья всем привет с вами опять руслан значит мы снова поговорим про патроны и сегодня вам хочу рассказать историю создания и разработки патрона 308 винчестер или он же 762 на 51 нато я думаю что всем кто хоть немного интересуется оружием этот патрон представлять не надо да это один наверное самых распространенных винтовочных патронов на данный момент и патрон который до сих пор стоит на вооружении во всех странах на той да и во многих других странах по всему свету так вот история этого патрона довольно интересная и в чем-то даже поучительное говоря про 308 нельзя не поговорить про патрон 3006 это американский патрон где 30 означает калибр пули да то есть 72 миллиметра а 06 означает год принятия на вооружение то есть принят он был на вооружении в 1906 году этот патрон успешно прошел первую мировую войну вторую мировую войну и в соответственно в 50-х годах был заменен как же это все происходило вообще американцы задумались о переходе на другой калибр уже в двадцатых годах и один из моментов которые это предвосхитил да была разработка нового типа порох порох который принято называть сферически после первой мировой войны американцев остались огромные запасы старого пероксили нового пороха на котором эти патроны собирались проблема с этим порохом было в том что он не мог долго храниться он начинал терять свои характеристики а пороха как я уже сказал после первой мировой войны осталось очень очень много и американский инженер фред ольсон где-то с 1929 года занялся разработкой новых типов порохов и была разработана технология по переработке старого пероксили нового пороха в новый сферический пор работы были начаты в 1929 году и окончательно они закончились только к 1943 году когда была не только отработана технология но и массовое производство этих порохов вот новый порох не имел всех отрицательных моментов касательно срока хранения и самое главное он был мощнее вот помимо этого конечно же американцы раздумывали на про переход на другой калибр на другой патрон до одним из кандидатов был такой вот патрон 7 на 51 или 276 педерсон конструкции педерсона его довольно много тестировали и надо сказать что винтовка гаранда м1 гарант была разработана изначально под этот патрон 276 педерсон но поскольку принятие нового патрона на вооружение дело довольно долго и такое инертное так и не смогли переубедить американских военных что им нужен другой патрон и винтовка гаранда была переработана уже под патрон 3006 что нужно сказать про пороха то что новый сферический порох позволил как бы уменьшить объем пороха необходимый для выстрел вот это первый момент второй момент это было желание американцев перейти на так называемую 1 патронную систему что это такое смотрите на вооружение мы сейчас перенесемся уже во вторую мировую войну до на вооружение в штатах во время второй мировой войны стояла три патрона основных да то есть это основной винтовочно-пулеметный патрон 30 06 патрон к карабину м1 соответственно 30 карбайн и патрон к пистолетом и пистолетом-пулеметом 45 и сепина к знаменитому пистолету пулемету томпсона и пистолету коль 911 ну естественно да помимо томпсона у американцев было еще там несколько пистолетов пулеметов м3 и по-моему райзинг еще был такой вот значит у них было на вооружение три патрона в союзе на вооружение стояла два основных патрона то есть 72 на 54 и пистолету тт да и соответственно ко всем советским пистолетом-пулеметом 72 на 25 у немцев дела обстояли примерно так же то есть у них стоял на вооружение маузер 792 на 57 и 9 миллиметров парабеллум который использовался опять же в пистолетах и в пистолетах пулемет чуть позже у немцев появился 72 на 33 курс хуже всего конечно дела обстояли у британцев потому что у них было адский зоопарка в их системе вооружения да то есть у них был их основной патрон немцев уберем 303 бритиш также они использовали американские м1 карабин то есть у них был также патрон под карабин у них был американские пистолеты пулеметы томпсон под патрон 45 и сипи у них были трофейные французские на не трофейные а прихваченные собой после ухода из европы французские винтовки под 8 миллиметров либель и семь с половиной миллиметров масс также у них на вооружение были пулеметы бесса под немецкий патрон 792 на 57 и это лишь не считая их револьверных патронов и соответственно патронов 9 миллиметров парабелла то есть представляете какая головная боль была у британских снабженцев когда им нужно было снабжать это все отодвинув сторонку снабжать армию вот таким вот количеством боеприпасов причем разных боеприпасов и все это дело надо было не перепутать да сразу напомню скажу что у нас конечно же на вооружение был еще под патрон к револьверу наган но этот был патрон чисто револьверный его соответственно количество необходимо этих патронов по сравнению с основными винтовочно-пулеметными и патронами для пистолетов-пулеметов их количество было ничтожно мало поэтому можно его не учитывать вот и что же хотели сделать американцы до американцы хотели перейти на так называемую 1 патронную систему боепитания то есть когда основным патроном к стрелковому оружию в армии становится один патрон а то есть патрон должен быть и в пулеметах и в ручном стрелковом оружии в советском союзе да я немного отвлекусь поступили по-другому до в советском союзе уже с принятием на вооружение карабина скс и позже автомата к так и остались на двух патронной системе да то есть просто патрон т.т. заменили на патрон калашу да и в итоге остался винтовочно-пулеметный патрон 762 на 54 и промежуточный патрон 762 на 39 соответственно где были под которые были пулемет рпд с кс и а к американцев же такая такая такое дело показалось слишком сложным и они хотели все вот эти патроны заменить одним патроном что и в итоге произошло заменой всех вот этих патронов на один единственный патрон в принципе да такая логика кажется довольно правильно да за это потому что здесь только вот вы видите что эти патрончики такие маленькие легенькие на но когда речь касается большой войны и снабжение таких такой огромной армии как американская и все вот эти патроны будут исчисляться вагонами кораблями и так далее и естественно намного проще и дешевле иметь один патрон вместо трех которые и производить будет легче и снабжать армию им будет легче и вообще как бы со всех сторон выглядит что это только одни лишь плюс и соответственно американскими военными было принято решение о замене основного патрона 3006 на патрон нового типа единственное что не учли разработчики и вообще люди которые принимали решение это упертость американских генералов когда к ним пришли за требования на новый патрон американские генералы сказали все отлично новый патрон нам нужен но только нового патрона должны быть характеристики такие же как у старого патрона то есть в первую очередь должна быть возможность поражать цель до 1000 ярдов то есть на 900 до 914 метров и соответственно пробивать все то же самое что пробивал и старый патрон на все уговоры разработчиков что это будет сделать сложно это не решит всех возможных проблем американские генералы говорили нет мы хотим даже был сделан один такой отчет так называемый отчет маршала где был проведен большой анализ по боестолкновениям второй мировой войны и войны в корее то есть это все длилось до середины 50-х годов где доказывалось что основные боевые действия да там чуть ли не 90 процентов боевых действий идут на дистанциях не превышающих 300 метров вот но тем не менее американские генералы сказали нет ребят извините но мы хотим чтобы новый патрон работал не хуже чем старый патрон вот у нас кстати надо отдать должное нашим генералам до которые согласились на патрон сильно с сильным уменьшенными характеристиками для приобретения грубо говоря новых некоторых свойства конкретно стрельбы очередя вот американцы же на это пойти не захотели вот и в итоге что получилось пуля была взята та же самая от патрона 3006 в патроне в новом патроне уже использовался новый более энергоемкий порох и соответственно было предложено уменьшить гильзу и использовать новый порох и старую пулю для того чтобы получить все те же самые характеристики разработка началась с патрона 300 savage самого патрона 300 savage у меня к сожалению нет но вы сейчас можете наблюдать картинку но у меня есть такой вот экспериментальный образец как видите у меня здесь написано что это 762 на 47 патрон т-65 образца сорок седьмого года новый патрон как уже наверное догадались разрабатывался под индексом т-65 и это был один из первых экспериментальных образцов и гильзы здесь как раз очень сильно похожи на патрон 300 сайт патрон вообще 300 savage это был разработан в середине двадцатых и был таким довольно таки хорошим охотничьим патрон сначала был было значит разработана вот такая вот версия этот образец конкретно имеет алюминиевую гильзу то есть что можно увидеть до положив его вот так вот и видите пуля перевешивает этот патрон реально гильза здесь очень 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 легко вот но по своим характеристикам этот патрон не удовлетворил именно по объему внутреннему объему гильзы да то есть туда не помещалось нужное количество пороха до чтобы опять же достичь всех тех самых требуемых армии характеристик после этого еще была версия с гильзы длиной 49 миллиметров но она тоже не устроила и 49 году уже была разработана вот такая вот гильза вы видите здесь немного отличается точнее сильно отличается угол наклона плечей нельзя то есть все это сделалось для улучшения и увеличения внутреннего объема для возможности насыпать больше пороха одна кстати из особенности нового пороха была то в его гравиметрической плотности да то есть поскольку он состоял из мелких гранул их можно было насыпать сюда плотнее чем старые виды пороха которые имели более крупные гранулы соответственно между этими крупными гранулами оставалось больше пустоты в итоге к 50-му году этот патрон уже был отработан под него разработана была американская винтовка м14 винтовка которая по большому счету не было глубокой модернизации винтовки гаранда отличалась она гаранда в первую очередь примыкаемым магазином на 20 патронов возможностью вести автоматический огонь ну и по внутрянке там был переработан газовый двигатель с длинного хода поршня на короткий ход поршня так вот винтовка в при этом получилось довольно тяжелая то есть весила она почти 5 килограмм снаряженном виде и практически ничем не уступала винтовки гаранда которая весила и соответственно стрельба автоматическим огнем из этой винтовки было вещи украине крайне интересны американцы по большому счету наступили на примерно на те же грабли на которые у нас союзе наступили в конце 30-х годов при разработке автоматических винтовок под патрон 7 62 на 54 то есть даже винтовка вт автоматическая винтовка токарева имела возможность стрельбы очередями но это стрельба результатов приносило немного да потому чтобы огромная отдача давала безумное рассеивание которое соответственно мешало очень сильная вероятность попасть хоть куда-нибудь конечно же патрон 308 был чуть слабее чем наш но американцам это помогало не сильно я слышал такую байку про винтовку м-14 что когда новобранцы обучались стрельбе из этой винтовки до в армии опытные сержанты предлагали им такой спор то есть молодые молодые солдаты уже ознакомились с тем как стреляет м-14 как она может стрелять очередями сержанты предлагали да ваш давайте типа поспорим на ящик пива что я возьму эту винтовку и весь магазин очередью попаду в грудную мишель ну молодые солдаты говорит что да ладно это невозможно на что сержанты с ними спорили брали эту винтовку отстегивали ремень сзади ну так чтобы он крепился только за переднюю часть винтовки наступали на него ногой упирались и таким образом попадали вы стреляли очередью и попадали всеми выстрелами в эту грудную мишень вот ну то что потом расстроены молод молодые солдаты шли и покупали сержанту ящик пива вот это я к чему рассказываю да к тому что стрелять автоматическим огнем из винтовки под такой патрон можно только вот с помощью каких-то таких ухищрений после того как этот патрон был принят на вооружение в америке американцы начали активно продавливать этот патрон в нато при том что были интересные варианты да например вот такой вот экспериментальный патрон 7 на 49 был у британцев которые как раз кстати использовали для его разработки вот идею патрона п педерсона наверно этот патрон вообще заслуживает отдельного разговора потом и в итоге под давлением американцев патрон 7 62 на 51 нато был принят на вооружение во во всех странах нато американцы его давили давили все оружие было сделано под него в том числе и фанфал который изначально планировался под британский патрон и многое другое оружие разработанное в европе вот но долго это счастье не продлилось американцы уже в во время войны во вьетнаме поняли что этот патрон все-таки слишком мощный оружие под него слишком тяжелое про войну в вьетнаме тоже были интересные истории когда американцы пытались вооружать вьетнам со своими винтовками м14 до средний рост вьетнамцев по тем временам метр пятьдесят для них считалось в принципе нормальным ростом вот и как можете представить себе полутораметрового вьетнамского солдата да речь конечно про солдат южного вьетнама весом там килограмм пятьдесят из 5 килограммового и здоровенной винтовкой и уже во время войны во вьетнаме американцы поняли что переходить все таки им нужно на что-то более легкое и таким образом тоже с довольно серьезными перетрубациями появилась новый патрон 223 ремингтон и винтовки под него м16 дает ну или как принято их сейчас наживать называть винтовки на платформе ар-15 в итоге американцы перешли к тому да к чему у нас перешли сразу после великой отечественной войны до . двух патронной системе правда американцы пропустили в этом в этой гонке один этап на то есть у нас сначала был патрон 762 а потом стал 545 американцы сразу пришли к малокалиберному патрону и в принципе такая ситуация у них остается по данный момент несмотря на все их попытки принять какой-то новый патрон на вооружение основными патронами американской армии остаются на данный момент 308 и 223 у и заключение надо сказать что 308 патрон это действительно очень популярный патрон на базе его гильза разработана огромное количество других патронов и спортивных и охотничьих и развлекательных и многих многих других да то есть если только перечислять наверное только я на вскидку смогу вспомнить там штук 15 разновидностей до 3 когда на основе этой гильзы делается какой-то другой калибр сразу надо сказать да что это происходит не потому что этот патрон какой-то супер супер крутой на этот делается для удешевления производства на то есть если мы переделываем переобжимаем этот патрон например под пулю другого калибра нам нужно будет заменить только ствол на при этом там магазин затвор и вообще вся ствольная коробка винтовки останется такой же поэтому будет ее сделать ее намного проще намного легче и намного соответственно дешевле так что такой сегодня был довольно длинный ролик надеюсь что не сильно вас утомил а на сегодня все всем удачи и пока